Добрый день, Полтава! Сегодня я в Полтавоводоканале. По вчерашнему случаю, на переулке перспективном, я все-таки хотел услышать комментарий. Христианец Владимир Григорьевич, Вы занимаете должность... Первый заступный генеральным директором Сеансово-Академичных... Что конкретно Вы можете сказать именно по этому случаю и в общем по ситуации в городе в этом отношении? Ну, то, что касается пункта слива жидких нечистот на улице перспективной 4, там действительно организованного пункта слива жидких нечистот нет. И в этом году, летом, мы начали проводить договорную кампанию по перезаключению договоров с перевозчиками. Перевозчиков у нас в городе около 20. Мы перезаключали договора и определяли два пункта приема жидких нечистот. Это на главной канализационной насосной станции по улице Киевское шоссе и вторая КНС Гурмала-Казару. До этого времени было еще два пункта приема жидких нечистот водоканальских. Это на КНС по улице Волокоразьязнянска и на улице Перспективная 4, там, где вчера был слив. Также в городе есть, скажу так называемый пункт приема жидких нечистот, организованный и построенный, насколько я знаю, где-то в 70-е годы прошлого века, КТП 1628. В городе Полтава существует всего лицевых счетов. Мешканцы, которые выкористовывают централизованное водопостачание, близко 129 тысяч. Те, которые пользуются централизованным водоотведением, где-то около 105 тысяч. Разница между ними составляет приблизительно 24,5 тысячи. Это те абоненты, физические лица, которые не имеют централизованного водоотведения. То есть у этих жителей септики. То есть из этих септиков необходимо сточные воды выкачивать и вывозить в централизованное, там, где организованы пункты приема жидких нечистот. В день в городе с учетом КТП сливается приблизительно 250 машин. Ну, если брать средний объем одной машины 4 куба, то получается в сутки сливается около 1000 кубов жидких нечистот. На мой взгляд, в городе вот в этом вопросе есть проблемы. Я уже говорил, что летом мы организовали договорную кампанию и, по сути дела, со всеми перевозчиками перезаключили договора и указали два пункта приема. То, что вчера в видеоролике показывали договор 2011 года, ну, скорее всего, перевозчик оставил старый договор, а новый не показал. Не стал показывать его по каким-то причинам. Скорее всего так. Но, понимаете, проблема лежит гораздо лучше. На КТП, ну, КТП просто не в состоянии принять такой объем жидких нечистот. Это, во-первых. Во-вторых, там нет решеток, там нет дробилок для того, чтобы возить сухой остаток. Нет возможности разбавлять жидкие нечистоты. И я полагаю, что в результате аварии, которая произошла на коллекторе Южном, мы там уже больше трех месяцев работаем, выполняем работы, и вклад свой внес, как бы, и это же КТП в том числе. Почему коллектор разрушился. Летом были случаи такие, что перевозчики, у тех, которые вывозят жидкие нечистоты, они сливались по городу во внутриквартальные сети, в уличные сети. Коллектора небольших диаметров, там 200-300, эти коллектора забивались. Приходилось туда очень часто выезжать, чистить. Ну, существовала проблема. Мы собирали людей несколько раз, перевозчиков, просили, не делайте этого, сливайтесь там, где положено. Вот, те два пункта, которые сейчас действуют, на гормолокозаводе и на главной КНС, там очень плохие подъездные пути. То есть, если прошел дождь, или вот, как сейчас, оттепель мороз, туда подъехать очень сложно. Поэтому люди, для того, чтобы технику не гробить, они вот, сливают, видели сами вчера, участвовали в этом процессе на улицу Перспективы. По большому счету, для водоканала это не есть основным видом деятельности. То есть, водоканал, это предприятие, которое имеет лицензию на централизованное водоснабжение и водоотведение. То есть, мы отвечаем за централизованное водоснабжение и водоотведение. Прием жидких нечистот, это не лицензионный вид деятельности, и для водоканала это прочая деятельность. То есть, водоканал может этим заниматься, а может и не заниматься. То есть, проблема, по большому счету, города, и она стоит гораздо шире. Вот те 24 тысячи абонентов, у которых нет централизованного водоотведения, они используют этих переводчиков. Как они их используют, я не знаю, на договорных условиях. Ну это отдельная тема, она к этому не касается. И на мой взгляд, в городе есть действительно большая проблема, и ее каким-то образом надо решать. Запретить вывозить, ну, создастся прецедент. Люди будут, ну, вы же понимаете, что все птики рано или поздно надо откачивать и куда-то стуки вывозить. Будут лить по посадкам, на свалках, опять по улицам города начнут вывозить. А скажите, вы как специалист наверняка знаете ситуацию в других городах. Как в других городах решается эта проблема? Водоканалы ли занимаются этой проблемой или каким-то образом? Еще раз, водоканал имеет лицензию на централизованное водоотведение. Вывоз жидких нечистот, это не есть проблема водоканала, это проблема городских властей. В других городах кто решает эту проблему? Городские власти. Городские власти отдельно от водоканала? Ну да. А примеры городов какие-то можете навести? Есть, по сути дела КТП есть в любых городах. Но в большей местности степени какие-то обустроены, какие-то не обустроены. Кто-то выделяет деньги, конкретно я не могу сказать. Тот же Кременчуг, как там это все построено, я не знаю. Но в Полтаве, к сожалению, есть большая проблема. Ее однозначно решать надо. Ну в принципе вы видите, что это проблема города и городу необходимо решать. Это не я вижу, оно так есть. Оно так есть. Мы плату за вывоз жидких нечистот с людей не берем. Мы берем, вот у нас есть рассчитана калькуляция на прием жидких нечистот на наши сливные пункты. То есть перевозчик привозит, мы туда не включаем транспортировку, а только прием и очистку уже на очистных сооружениях. Потому что эти стоки, жидкие нечистоты в любом случае попадают к нам на очистные сооружения. Это в договоре описано, я правильно понимаю? Совершенно верно. Это в договоре все прописано и приложена калькуляция. Стоимость, если я не ошибаюсь, сейчас около 40 или 50 гривен. Я слышал 60 гривен цифру. Талончик на слив. Да, где-то так. Около 50 гривен. Скажите, я правильно вас понял, все перевозчики в этом году перезаключили договор. То есть если перевозчик показывает договор, предположим, 11-м годом, 12-м годом, он не есть действительный. Я правильно понимаю? Смотрите, я не могу сказать точно, какое количество перевозчиков в городе есть. Но те, которые обратились к нам, их около 20, мы договора со всеми перезаключили. И там указаны два пункта приема. То есть, смотрите, если подошла машина, выгружающая нечистоты, я спрашиваю договор, я вот к чему веду. И этот договор не заключен в 2016-м годом, этот договор, ну там, 11-м, 12-м, 13-м, предположим, он не есть действительным. Я правильно понимаю? Ну, это еще раз повторяю. Только те перевозчики, которые обратились к нам. Обратились ли все, я не могу сказать. Ну, это не наша задача. У кого есть аж бочки, но у нас такой информации нет. Те, которые легально работают и вывозят жидкие нечистоты, по сути дела, обратились все. Как вы видите все-таки на перспективном решении проблемы? Ну, на мой взгляд, есть возможность установить там пункт приема жидких нечистот, организованный. Это дорогое удовольствие? Ну, цена на январь текущего года, вот этого мини-пункта приема, составляет около 80 тысяч евро. Ну, этим в любом случае надо заниматься. То есть городу все равно надо какие-то решения в этом плане принимать? Однозначно. И то, что КТП находится, уже говорили, возле спивучего поля, ну, это тоже проблема. На Южном коллектор, как долго еще планируется работать с ним? Все-таки это для города ощутимо. Ну, на Южном аварийную ситуацию, по сути дела, львиную долю ее уже устранили. Мы докопались, в конце концов, до приемного тоннеля, глубина которого составляет 14 метров от поверхности земли, от первоначальной точки, от которой начали работать, мы туда уложили уже трубу и начали строить колодец. Теперь от этого колодца мы будем уложить временный коллектор до улицы Нижнеблынской, это получается около 120 метров. То есть, до того, как мы начинали работать, там лежал один пролет, был в неисправном состоянии. И сейчас уже вышел из строя второй пролет. То есть, это расстояние между колодцами. Второй пролет уже тоже вышел из строя. Сколько им лет? С 29-го года, посчитать. То есть, с 29-го года, ну, по сегодняшний момент. Да. Временно мы эту проблему решим на этот год. На следующий год предполагается, вот уже в этом году выделены деньги на проектирование обводного коллектора от Южной 4 до Левады, до улицы Вавилова. Это около 2000 метров. 400-го, ну, проектом рассчитают, какой диаметр будет. Вот. И на следующий год областной совет планирует выделить деньги на строительство этого коллектора. Ну, проблема там будет решена. Но, в целом, по городу, состояние соматичных коллекторов просто ужасно. Вы знаете ситуацию, скорее всего, на улице Энгельса, там, где гаражи развалились? Знаю. Я вижу это каждый день. Есть проблема на улице Шалома Лейхана. Практически раз в неделю ездим, подсыпаем и асфальтируем. Проезжу часть дороги, потому что... Извините, текущий вопрос. Вы подсыпаете Шалома Лейхана за счет водоканала это все происходит? Ну, это наш коллег. Ну, я понял. Он тоже провалит. То есть свода там практически нет, и он периодически проваривается, и не исключительно... Ну, там временный, насколько я знаю, был положен, и это время уже прошло. Временный лет 20 назад. Да, я же говорю вам, на 5 лет, по-моему, уложили его там что-то. Такая же ситуация по улице Эпилы, по Орлика, там тоже провалы идут, там, по сути дела, тоже коллекторы. А как вы видите вот на Энгельса ситуацию? Как ее решить все-таки? Я вижу, что там во дворе у людей там жутко, там периодически, когда дожди, все, поднимается уровень воды во дворе. Делать проект, перекладывать коллекторы. А это запланировано каким-то вопросом? Да. На Пушкинской в этом году деньги были выделены, и там строительство нового коллектора ведется, ну, практически уже заканчивается, подрядчик делает. Проблема аналогичная на Половках. Да. Такая же проблема. И там тоже возле Гришкиного леса часто и вонни стоят, и колодцы проваливаются, и там колодцы ставим, на Вавилово такая же проблема. Ну, по сути дела, весь город. На Леваде вот со стороны улицы, теперь уже на Бесной сотне, тоже проблема. Аварийных коллекторов в городе около 70. А скажите, на Кацюбинского весь прошлый год делался коллектор. Вопросов нету, делали, я видел качественно, ну, по крайней мере, с моей стороны, то, что я видел. Но проблема в том, что на сегодняшний момент идет проседание. Причем проседание пошло с весны этого года. Если в прошлом году делали весь сезон практически. Проседание. Там тоже начинается с асфальтом. Я не говорю, что не зову вас, да, прямо сейчас бросать все и лететь туда, что-то как-то решать проблему. Запланировано ли у вас навесную работы по тому коллектору приведение асфальтного покрытия в порядок? Ну, провалы, если уложили новые и идут провалы, скорее всего, когда засыпали, обратную засыпку выполняли, грунт не утрамбовывали, поэтому идет просадка. До весны, я думаю, усадится, усядется. У нас есть участок по благоустрою. То есть это ваше подразделение, которое решает текущие вот эти все вопросы. Хорошо, спасибо большое. Мы очень надеемся, я вам скажу честно, у болтовчан и у горожан много нареканий на то, что происходит после вашей работы. То есть если то, что делается водоканалом, вопросов нет, то это всем нам нужно. Но после этого довольно часто проседание и т.д. и т.п. происходит. Мы вас очень просим просто решать эти проблемы. Я не хочу их показывать, мне это не очень интересно, плохое слишком много и часто приходится показывать. Хочется показывать хорошее. Понимаете, плохое и хорошее показывать надо, бесспорно. Ну, какой водоканал не плохой, и кто бы не рассказывал плохо о водоканале, но, к сожалению, другого предприятия, которое занимается жизнеобеспечением города, нет. И еще раз повторюсь, водоканал – организация, которая эксплуатирует то, что есть. А в собственности все эти сооружения находятся в местной громаде. Поэтому претензии к водоканалу по поводу того, что у вас все старое и энергоемкое, ну, не совсем объективны. Вот маем, то что маем. Сразу же вопрос. Скажите, как вы считаете, на сегодняшний момент Полтава водоканал предпорядкован областной ради? Да. Это нормальное явление? Правильно ли это? Ну, если брать... Это ваше личное, не как посадово особо, а вот ваше личное мнение. Я отвечу таким образом. Если брать опыт европейских стран, то, что было в 90-е годы в Чехии, в Словакии, в Англии, в Румынии, каждый город свой водоканал. То есть, ну, как и у нас по большому счету. Да, и с одной стороны кажется это логично. Но, к 16-му году, вот, например, взять по памяти Англии, в 90-е годы было около 2,5 тысяч водоканалов. Приблизительно столько же, сколько в Украине сейчас. На сегодняшний день их осталось около 45. Ну, 45-60, я сейчас цифры точно не помню. То есть, идет процесс укрупнения. То есть, есть водная компания. Водная компания укрупняется для чего? Вот, водоканал Полтавский, водоканал Карловский. Если это отдельное, приведу пример на Водоканале, на Полтавовом водоканале, да? Карловский водоканал, это производственный участок. То есть, там есть только производственные службы, которые занимаются эксплуатацией сетей и сооружений. У них нет в том виде, в каком должна быть бухгалтерия. Они не получают лицензирование. Они не получают лицензии на дозвил на выкоростание НАТР. А это очень большие деньги. Вот Полтавовый водоканал в год только налогов на использование нет, подземных вод, платит миллионы гривен. Это заложено все в тарифе. Вы же понимаете, насколько вырастет себестоимость вот этих маленьких городов. Поэтому решение принимать в громаде, то ли переводить в город, то ли объединять область. И проводили исследования Минрегион. И по Полтаве, если идти по европейскому пути, в зависимости от количества проживаемых, в зависимости от источника водоснабжения, то целесообразно было бы оставить два водоканала. Как правило, два крупных города. В Полтаве, по большому счету, это Полтава, Полтавская область и Кременчук. И вот так разбито по секторам Украины. И там показано. То есть вы все-таки сторонник, чтобы было два водоканала, а все остальные водоканалы как бы были каким-то образом? Я вам сказал путь развития Европы. Мое личное мнение, ну, наверное, так было бы правильно. Идти путем у крупного. Как пойдет страна дальше, я не могу сказать. Как будет решать Полтава, администрация Полтавы, города Полтавы и области, я тоже не могу сказать. Но вы знаете, что на сессии городского совета было принято решение. Водоканал принять в город. Это их право. Ну, честно говоря, и мое это мнение. Но это мое. Нет, сколько людей, столько мнений. Какое правильное время покажет. Хорошо, не задерживаю вас. Не ценим время свое. Всем до свидания, мы услышали. Делаем выводы сами. Спасибо.